МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Общественная организация малого и среднего предпринимательства опора России провела конференцию в Ленинском округе. Главная цель, на которую направлена деятельность опоры России, это создание благоприятного климата для ведения бизнеса в нашей стране. Мой адрес – Советский Союз. Выставка под таким названием открылась в музее-заповеднике Горки-Ленинске. Медаль, которую нам подарил как раз-таки руководитель КПРФ, товарищ Зуганов. Тут вот мы с вами видим 100 лет СССР. В Христорождественском храме села Беседы прошел хоровой фестиваль «Калятки-2023». Опора России – общественная организация, предоставляющая площадку для дискуссий членам бизнес-сообщества. На первой конференции, что прошла в нашем муниципалитете, побывал Дмитрий Книга. В «Видном» прошла большая встреча предпринимателей в рамках конференции общественной организации «Опора России». Во время мероприятия представители бизнеса могли обсудить последние тенденции развития рынка и обменяться опытом. «Опора России» – это общественная организация малого и среднего предпринимательства. Главная цель, на которую направлена деятельность «Опоры России», это создание благоприятного климата для ведения бизнеса в нашей стране, ну и в частности в региональных отделениях и в местных отделениях городов. Отделение «Опора России» появилось в Ленинском городском округе в конце прошлого года. Как известно, в муниципалитете широко представлен малый и средний бизнес, а значит, есть большие возможности для работы. Наша задача сейчас донести до всего населения «Видного» и Ленинского городского округа эту информацию, что такая организация общественная существует, и что каждый предприниматель может к нам прийти, обратиться с любым вопросом, советом или даже, может быть, с каким-то предложением. Во время конференции перед собравшимися выступили спикеры с лекциями и тренингами. Также гостям мероприятия рассказали об изменениях в налоговом законодательстве. В последние годы бизнес-сфера становится более социально ориентирована. Помогают найти необходимые направления работы общественники и активные граждане. В феврале этого года мы запланировали большую ярмарку вакансий, на которую приглашаем наших жителей, жителей Ленинского городского округа, которые находятся в поисках работы для трудоустройства на территории нашего округа, в организации, которую представляют предприниматели города «Видное» и Ленинского городского округа. Одним из примеров социальных проектов, которые уже реализованы, стала образовательная программа на базе детского клуба, расположенного в микрорайоне Купеленка. Администрация нас поддержала, и на данный момент у нас будет запуск образовательной платформы для детей по дорожному движению в городе «Видное». Очень такой знаковый будет момент, именно то, что опора России нам в этом помогает. Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Мой адрес – Советский Союз. Выставка под таким названием открылась в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Она начала работать в рамках экспозиции «Кабинет и квартира Ленина в Кремле». И будет интересно не только старшему поколению, но и молодежи. Эмблемой выставки, посвященной столетию образования СССР, стал кубик Рубика. Игрушка, известная сегодня, но впервые появившаяся в Советском Союзе в 1981 году и ставшая одним из символов ушедшей эпохи. Не случайно в центре мы с вами видим такой кубик Рубика. А это тоже для 80-х годов прошлого столетия была такая очень вещь популярная. И вот здесь как раз мы и видим какие-то яркие моменты из истории Союза и понимаем, что это все может быть как-то так повернуто и так перемешано. И будет какая-то вот в любом случае отдача и эмоциональный какой-то отклик. Выставка получила название в честь одной из песен композитора Давида Тухманова «Мой адрес – Советский Союз», которая была написана в 1972 году. И хотя СССР был огромной государственной машиной, создатели экспозиции решили оставить за скобками вопросы политики, экономики, морали и законов. Понятно, что у нас есть, конечно, вопросы, которые касаются этапов образования Советского Союза, но основная идея была в том, чтобы пробудить какие-то эмоции у посетителей, тех, кто помнит Союз, какие-то воспоминания, а тех, кто читал о нем только в книгах, какие-то свои образы и сравнить их с тем, что здесь есть. Помимо экспонатов из фонда музея-заповедника «Горки-Ленинские», на выставке представлены предметы из собраний Государственного музея современной истории, Фонда развития науки и техники и частных коллекционеров. Некоторые, кстати, довольно известные личности. Медаль, которую нам подарил как раз-таки руководитель КПРФ, товарищ Зюганов. И тут вот мы с вами видим 100 лет СССР. То есть тоже такая, возможно, загадка для будущих историков. Если, так сказать, мы не напишем, что эта медаль просто памятная и просто сувенирная, то у некоторых может возникнуть вопрос, а праздновал ли Советский Союз свое столетие в реальность? В работе над инсталляцией авторы активно применяли и мультимедийные технологии. Например, на одной из граней кубика, о котором мы упомянули, демонстрируется выступление представителей Советских Республик на Олимпиаде-80. Не забыли и про обратную связь. Нам действительно хотелось посмотреть, какие воспоминания, какие эмоции у зрителей это вызывает. У нас даже есть на выходе такая небольшая анкетка, где мы просим наших посетителей одним-двумя словами написать, что первое у них всплывает, так сказать, в памяти, в ощущениях от названия Советский Союз. Всего на выставке представлено порядка ста различных предметов. Работать экспозиция будет до марта. И познакомиться с ней могут посетители музея, кабинет и квартира Ленина в Кремле. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Видновские КВНщики готовятся к поездке в Сочи, где 12 января стартует международный фестиваль Кивин-2023. Команде предстоит побороться за звание самых веселых и находчивых. Сборная города Видное была создана около трех лет назад. Мужская часть коллектива отвечает за юмор, а девушки в основном помогают с реквизитом и декорациями. Поскольку мы команда концептуальная, то мы пропагандируем непосредственно текстовый юмор. В основном это острополитические или жизненные темы. Мы на сцене не играем таких людей, какими мы являемся в жизни. На сцене все образы придуманы, и, соответственно, больше у нас поле для творчества. По итогам прошлогоднего сочинского фестиваля команда из Ленинского городского округа попала в Международную телевизионную лигу, которая проходит в Минске. В этот раз ребята нацелены повысить планку и добиться больших результатов. Вообще к сочинскому фестивалю готовятся команды весь сезон, которые играют. И все самое лучшее, что было в сезоне, везется на сочинский фестиваль. Состав жюри – это лучшие редакторы КВМ. Но Александр Васильевич присутствует, Масляков. И Сан Санч Масляков тоже присутствует на фестивале, отсматривает команду. С хорошим настроением едем, будем биться, бороться. Среди соперников видновчан будут КВНщики со всей России и ближнего зарубежья. Всего порядка 400 команд. 25 лучших коллективов попадут в высшую лигу. Праздники продолжаются. Творческие работники Ленинского отделения Центра социального обслуживания «Домодедовский» организовали для своих посетителей большой концерт. На мероприятии артисты и гости дружно пели рождественские колядки. Торжество посетила и наша съемочная группа. Любимое народное развлечение на святки, наряжаться и колядовать. В Ленинском отделении Центра социального обслуживания «Домодедовский» с удовольствием продолжают старинную русскую традицию. Праздники все любят, с удовольствием приходят. Все, кто к нам ходит, и приглашаем людей. Просто на сайт выкладываем, что приглашаем вас прийти к нам на праздник, кто хочет. Вот желающие приходят. Откликаются очень хорошо, потому что у нас праздники разнообразные, людям всегда весело, отзывы пишут очень добрые, хорошие. Всем очень нравится. На красочное мероприятие были приглашены не только постоянные посетители Центра, но и все желающие послушать рождественские песни и вспомнить, как отмечали этот волшебный праздник в детстве. Перед собравшимися выступили фольклорный ансамбль «Терек» и хор «Верные подруги». Староста музыкального коллектива Татьяна Казакова рассказывает, что к подготовке подошли очень ответственно и тщательно выбирали репертуар. Мы разучили, так сказать, много очень песен, много частушек, всего, готовились к этим святкам. Пели, танцевали, участвовали в шуточных играх. Такие встречи, как отмечали гости праздника, очень познавательные, а еще это отличный повод для общения и новых знакомств. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В иристорождественском храме села Беседы прошел хоровой фестиваль «Калятки-2023». Лучшие коллективы Москвы и Подмосковья уже в третий раз собрались продемонстрировать свои вокальные умения. 14 вокальных коллективов из Москвы и Подмосковья приняли участие в хоровом фестивале «Калятки-2023». Мероприятие прошло в Христорождественском храме села Беседы уже в третий раз. В первую очередь, конечно, это сплачивает наших прихожан. Они занимаются подготовкой к этому фестивалю, вместе что-то делают, и это их сближает, конечно. Но также мы после этих фестивалей получаем много новых друзей. Из других храмов приезжают хоры, с каждым годом все больше и больше, и мы продолжаем общение и в течение года с ними. Привитие и развитие людям именно духовной, нравственной музыки, то есть все-таки надо возвращаться к нашим корням. И в фестивале это все-таки не конкурс, у нас нет соревнований хоров. У нас каждый хор что может, то поет. В фестивале приняли участие как профессиональные, так и любительские коллективы. Мы поем практически все. Мы очень любим красивую церковную музыку. Мы поем немножко джаза. Мы поем классику российскую, ну, общую классику, да. Мы поем очень хорошие обработки собственного сочинения. У нас была целая программа, посвященная «Неуловимым мстителям». Особенность академического хора именно в его звучании. И тут особенность, опять же, в сочетании голосов, многоголосия. Это очень красиво звучит. Если мы берем какое-то новое произведение, то мы его разучиваем отдельно сначала с разными партиями, а потом все соединяем. Среди выступающих были замечены и вокалисты фольклорного ансамбля «Терек» из поселка совхоза имени Ленина. Мы давно уже как бы увлекаемся своими традиционными песнями, изучаем все это. И народ никуда не денется от традиционных колядок. И когда мы увидели в интернете фестиваль колядки, нам очень сильно захотелось здесь побывать. Потому что все-таки в православии они более академично поют, а мы, конечно, будем отличаться. Академические камерные хоры с историей выступали бок о бок с новичками-любителями. Ансамбль «Вне и голос», как несложно догадаться, состоит из сотрудников предприятия «Газпром» «Вне и газ». Мы не профессионалы. Мы буквально несколько месяцев поем и будем петь несложную колядку. Пока еще мы не очень сплоченный коллектив, но мы идем вперед. Мы будем в дальнейшем выступать на фестивалях от «Газпрома». Мы, да, хотим дальше развиваться. Все участники рождественского фестиваля получили подарки и благодарственные грамоты. Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи.